Генеральный прокурор перед летними каникулами, наверное, решил побить все рекорды по подаче представлений Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности. На этой неделе добавился уже шестой такой документ на Михаила Добкина. Процедура рассмотрения представлений требует, чтобы сначала их рассмотрел регламентный комитет. И вот накануне там определились с датами. Решать судьбу своих коллег депутаты будут всю следующую неделю, по одному в день. Начнут прямо в понедельник и должны закончить к пятнице. График опубликовал у себя в фейсбуке Мустафана Ем. И ощущение такое, что этот процесс может стать главным шоу в стране в ближайшие дни. Ну а чья судьба может круто измениться уже на следующей неделе, напомнит наша короткая справка. Их уже шестеро депутатов, которые могут лишиться самого ценного в своей неприкосновенности. Андрей Лозовой, Евгений Дейдей, Алайс Довги, Максим Поляков, Борислав Розенблат и Михаил Добкин. Последнего подозревают в причастности к земельным махинациям в Харькове. Сам Добкин свою вину отрицает, а обвинение называет политическими играми. Я предсказал, что после того, как были пойманы на взятки несколько депутатов, представляющих правовастную коалицию, то власть для баланса будет искать кого-то из представителей бывшей власти. Молодого фронтовика Евгения Дейдейа подозревают в незаконном обогащении. Ведь за какие деньги молодой нардеп смог купить и дом, и два элитных внедорожника. Оказывается, избраннику повезло с успешной женой. Именно на нее Дейдей задекларировал заем на 3,5 миллиона гривен. Детективы подозревают, все это липа. Радикальный Андрей Лозовой тоже фигурант уголовного дела. Депутата подозревают в уклонении от уплаты налогов на 2 миллиона гривен. Это именно его декларация поразила воображение и детективов НАБУ и публики. Наличка, святые мощи, коллекции раритетов, движимое и недвижимое имущество. Но сам Лозовой преследование называет политическим. Никакий тиск, никакие репрессии против реальной украинской оппозиции, против нашей радикальной партии не змусят нас отступиться. А вот другие депутаты на обвинения реагируют еще резче. Что до уровня звинувачений, извините меня, это чистое пиздец. Максима Полякова из Народного фронта и Борислава Розенблата из ББП обвиняются в особо тяжком коррупционном преступлении. В причастности к янтарной нелегальной схеме. По данным следствиям, они вступили в сговор и требовали взятки у частных компаний за добычу камня. На сегодняшний день это суто политическое справа. Лишат ли депутатов неприкосновенности, парламент должен решить в ближайшее время. Сперва представление рассмотрит регламентный комитет, а затем зал. На последней перед летними каникулами недели. А вот после отдыха шоу будет продолжаться. Юрий Луценко проанонсировал новое представление на избранников уже осенью. Еще один вопрос, который депутаты просто обязаны решить за последние 4 пленарных дня, это поправки в госбюджет. На прошлой неделе коалиции хватило голосов только для того, чтобы утвердить правительственный законопроект в первом чтении. А это 26 миллиардов гривен, и почти половину из них в Кабмине хотят направить на выплату субсидий. Деньги на них сейчас по стране уже заканчиваются. Например, киевлян предупреждают о том, что вполне возможно за коммуналку придется платить в полном объеме. При этом уровень долгов зашкаливает. Только за газ задолжали уже более 11 миллиардов гривен.